Главное, что тормозит развитие региона в условиях цифровой трансформации общества – отсутствие кадров. На это жалуются все ведомства без исключения. При том, что именно цифровизация признана правительством главным драйвером социально-экономического развития общества. Что мы делаем для решения этой проблемы? То есть министерство наше реализует региональный проект «Кадры для цифровой экономики» Рязанской области называется. Целью данного проекта является содействие цифровизации общества и формирование цифровых компетенций у различных категорий граждан. Но в первую очередь мы, конечно, нацелены на наше молодое поколение, на школьников, на студентов. Гостями круглого стола по теме актуальные тенденции социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации общества и стали как раз студенты сразу трех вузов города, в каждом из которых цифровизация идет полным ходом. Это введение цифровых технологий в учебный процесс, изучение новых дисциплин, изучение новых модулей. Для нас очень очевидным является то, что цифровая трансформация – это и поле возможностей, очень серьезных возможностей для прорыва, и, с другой стороны, это определенные вызовы. Главный вызов, как человек, индивид, личность адаптируется к этим новым условиям. Спикеры круглого стола – представители министерств и ведомств региона, а также главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Кстати, проходит мероприятие в библиотеке имени Горького, которая уже давно в тренде. Ведет свою программу по генерированию и созданию из собственных цифровых ресурсов. Активно взаимодействует с федеральными научными и образовательными культурными центрами, участвуя в создании и использовании ресурсов национальной электронной платформы, национальной электронной библиотеки, как поставляют туда свои форматы. Информационная безопасность, предотвращение экономических и финансовых преступлений и состояние АПК – темы наиважнейшие. Актуальность появления новых кадров повышенная. Поэтому и внимание к выпускникам первостепенное. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Продолжение следует.